Здесь кроме вас никто не рисуется, причем картина не самая лицеприятная, причем картина не самая лицеприятная, я уже говорил, я это признаю, что с хорошим мероприятием, что вы признаете это, сделать из этого вывода теперь еще. Позицию ни депутатов, ни кого-либо еще слышать не хотят, хотят просто-напросто, как обычно, провести решение, то решение, которое удобно на сегодняшний день к этому кругу лиц. Какой вопрос послужил вот такому очень бурному обсуждению национального? Программа ОСМД, которая подготовлена начальником управления экономики и подготовлена с цифр, которые взяты с потолка, которые должны быть экономически обоснованы. Нужно понимать, какой объем затрат элементарно, нужно для того, чтобы привести в соответствие маломальские дома и от этого отталкиваться. И в какой степени мы на сегодняшний день из бюджета финансируем это все? 50% этих зарплат, 70%. И в каких условиях, в конечном итоге, оказываются люди? Просто раньше возникал вопрос о чем? О том, есть ли дефектологии на сегодняшний день у исполнительной власти? И есть ли понимание того, в каком состоянии вообще находится жилищный фонд? Мне сказал, озвучил господин Игнатовский, что такое понимание есть и все это есть. На самом деле, всего этого нет, потому что все это должно было лечь в основу, в экономическое обоснование программы поддержки ОСНД. Потом, еще массировался вопрос о том, что капитальный ремонт лифтов будет отдельно выполнен за счет бюджетных средств. Сейчас его включили в программу финансирования ОСНД. И без этого, программа финансирования, она по объему средств абсолютно незначительная. А с включением туда еще капитального ремонта лифтов, который, как подтвердил господин Игнатовский, займет большую часть расходов из выделенных средств, которые предполагается выделить по соответствующей программе. Без этого вообще становится формальностью просто надо. Тот аргумент его о том, что им на сегодняшний день хватало 10 миллионов для обслуживания Живого фонда города Южного, это не аргумент, я объясню почему. Потому что, если бы этих денег хватало, то тогда мы бы сейчас не рассматривали программу того, чтобы привести дома в соответствие. Потому что они были бы в идеальном состоянии практически, если бы хватало этих денег. А позицию шестра я вообще не понимаю. Что значит был просто очень сильный дождь? Вас устроят только, если у вас подрядчик сделает вам крышу и скажет вам, вот эта крыша для такого, до слабенького дождя пойдет. Если будет очень сильный, будет длиться на голову. Един Игнатовский говорил о том, что на комиссиях депутатских вы были, ну не то чтобы согласны, но вас все устраивало, как он сказал. Вы просто уже не присутствовали сейчас на заседании, что у вас ничего не вызывало возмущения, вопросов. И в общем-то, как бы вам было все понятно, и вас эта вся программа устраивала, он так сказал. Он многое говорит, понимаете, что я объяснить не могу. Например, о том, что он в 10 часов утра знал, что я буду говорить сегодня вечером. Понимаете? О том, что я недалек к экономических вопросам и так далее. Это пусть прокомментирует. Ну это не только он говорит. Пусть прокомментирует это лично он. Просто вообще, в принципе, депутаты, ваши коллеги говорят, что на комиссиях, где вы бываете, что вы как бы ведете себя, ну так, ну спокойно на все реагируете. Сегодня вы были эмоциональны. В принципе, любая сессия, это всегда такая перепалка, это всегда дебаты, которые вы инициируете. Собственно, так это и выглядит. Вы всегда остро реагируете на какие-то вопросы. Хотя, в принципе, предварительно же на депутатских комиссиях все обсуждается. И все как бы становится уже на свои места перед сессией. Ну, как мне кажется, да? Давайте я вам скажу, на депутатских комиссиях обсуждаются вопросы, касающиеся комиссии в частности. И каждая комиссия обсуждает вопросы свои. Там, где фигурирует судокладчиком еще и председатель комиссии, это раз. Два. На комиссиях эти вопросы обсуждаются бегло, и вы были на комиссиях и знаете об этом персонально сами. Три. Мы сегодня собрались для того, чтобы в очередной раз пройти в целом по повестке дня. И секретарь совета озвучил, что мы собираемся, потому что не всем удается участвовать в работе каждой комиссии раз. Участвовать в работе в полном объеме этой комиссии. Понимаете? Вот так. Все вопросы отработать за 10-дневный срок. А у нас еще и 15 дополнительных вопросов в последний день, либо за два дня до начала сессии. У нас вообще, я удивляюсь, как у нас нету практики вынести на рассмотрение сессии один вопрос за 10 дней до начала сессии. А потом еще дополнительных 90-дневный добавить. Почему за два дня? Чтобы никто не успел разобраться толком, что это за вопросы, что они для себя были. Вот и все. Вот где-то так. Поэтому эмоции переполняют еще и потому, что, к сожалению, я пришел для того, чтобы мою точку зрения услышали, для того, чтобы отстоять точку зрения моих избирателей. А в конечном итоге я вынужден слушать то, что монотонно мне навязывается гитарь, как способ, вот и все. Это весь комментарий. А так ничего личного абсолютно.